Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о такой очень интересной теме, как косоглазие. Встречается это заболевание не очень часто, но вызывает массу вопросов и в интернете очень много разной информации по этому поводу. Поэтому я бы хотела осветить основные моменты, рассказать, какое оно бывает, что с ним делать и вообще как это лечится. Самый частый вариант косоглазия, с которым может столкнуться обычный человек, это косоглазие, связанное с нарушением рефракции. Чаще всего проявляется оно в детском возрасте, но может начаться и во взрослом возрасте. Какая в этом причина? Причина очень на самом деле простая. У нас глаз сам по себе выполняет функцию, по сути дела, видеокамеры, если грубо упрощать. При этом изображение все обрабатывается в центральном компьютере, то есть в головном мозге. Если у нас с какого-то, с одной из видеокамер появляется изображение нечеткое, мутное, кривое или еще какое-то, то мозг его начинает, скажем так, вытеснять. То есть он перестает это изображение фокусировать и вообще на него обращать внимание. В этой ситуации к глазу поступает обратная иннервация, что он не нужен по сути дела, от него нет никакой картинки, он бесполезен. И глаз начинает отворачиваться в сторону. В какую сторону он повернется, во многом зависит от того, какая у человека рефракция. Чаще всего сходящееся косоглазие, то есть когда глазки сходятся к носу. Бывает, если у нас есть рефракция гиперметропическая, то есть плюсовая или длиннозоркая. Это наиболее частый вариант косоглазия в детском возрасте. Дети, которые не получают коррекцию, дети, которые плохо видят, и у них гиперметропия, к вопросу в предыдущем видео, у них может развиться косоглазие. Косоглазие в такой ситуации лечится просто, легко и безболезненно. Просто очками в этой ситуации просто надо надеть на ребенка очки, не ждать, что оно само исправится или как-то пройдет незаметно. Если мы ребенку очки не надеваем, то глаз, который косит, он так и не начинает нормально видеть. И во взрослом возрасте он так и не будет работать тоже. То есть развивается эмблиопия или ленивый глаз. Это сходящееся косоглазие. Если же у нас у человека миопическая рефракция, то есть один глаз минусовой или оба минусовые, но один сильно больше, чем другой, то глаз уйдет наружу и будет расходящееся косоглазие, которое связано с теми же причинами, то есть тоже информация от одного глаза неправильно поступает в мозг, точнее она поступает, но она мутная, и мозг просто отворачивает глаз просто в другую сторону. Так формируется расходящееся косоглазие. Оно может быть монолатеральным, то есть с одной стороны, и это чаще всего бывает, когда у нас один глаз плохо видит, а другой видит хорошо или лучше корректируется. И оно может быть содружественное, когда у нас оба глаза не очень хорошо видят, и ребенок по очереди смотрит то одним, то другим глазом, то левым, то правым, и соответственно у нас в сторону уходит то правый, то левый глаз. А в этой ситуации, конечно, тоже все лечится очками. То есть очки, коррекция, это основное, что мы можем сделать. Важный момент по поводу коррекции. Бывают такие ситуации, большая низометропия, то есть когда разница между глазами в диоптерах очень большая, например, один глаз минус один, а другой минус восемь. В этой ситуации мы никак не поставим в очки такую коррекцию. Она просто не будет работать. Ребенок будет видеть абсолютно две разные картинки с разных глаз, и все равно не получится сфокусироваться. В такой ситуации я целиком и полностью за контактные линзы, на самом деле, потому что контактная линза не меняет размер изображения, в отличие от очковых стекол. Она абсолютно легко надевается, если ребенок не сопротивляется, особенно даже в детском возрасте. Ее можно надеть, в принципе, договориться. Дети к ней быстро привыкают. И уже даже в год, два, три можно на самом деле ставить контактную линзу. Ничего страшного в этом нет. Это миф, что линзы можно носить только во взрослом возрасте. По показаниям линзы можно носить хоть с года. Ничего страшного в этом нет. Важно соблюдать правила гигиены, режим ношения, ухода за линзами и регулярно показываются офтальмологу. В такой ситуации, когда большая низометропия, мы корректируем соответственно контактными линзами. И еще очень важный момент. Если мы пропустили момент, скажем так, начала развития косоглазия, то часто назначают заклейки. Родители обычно пугаются, вот что такое, зачем заклеивать глаз. На самом деле очень простая ситуация. Если у нас один глаз видит лучше, а другой хуже, и даже в очках один видит лучше, а другой хуже, то тот, который видит лучше, надо на время выключить из зрения, чтобы тот, который хуже, включился в работу и мозг вспомнил, что у него вообще есть два глаза и в общем вот он второй. Тогда гораздо больше шансов, что глаз перестанет косить. Поэтому, если вам доктор назначает очки с толстыми стеклами, которые очень увеличивают глаза и еще к этому назначают заклейку, ничего страшного в этом нет. Это говорит о том, что между глазами есть разница. Ее надо компенсировать и заставить работать более слабовидящий глаз. Это касается и миопии, и это касается гиперметропии. То же самое со стигматизмом. Про стигматизм особо не говорили, но это, в принципе, один из вариантов нарушения рефракции. В этой ситуации у нас просто получаются два изображения на сетчатке и все равно становится видно мутно. Поэтому здесь тоже показана очковая или контактная коррекция по показаниям, соответственно, по тем диоптриям, которые у нас появляются. Соответственно, разница будет только в стеклах, которые вам поставят в очки. А так, в целом, то же самое надо будет делать. Носить очки, заклеивать глаз, периодически проверяться у офтальмолога. Второй, более неприятный вариант косоглазия – это косоглазие, связанное с какими-то неврологическими ситуациями. Оно может быть врожденное, может быть приобретенное. Чаще всего встречается, если человек был изначально здоров, то это повод обратиться к неврологу и вообще посмотреть, сделать МРТ головы, что там происходит. Потому что наиболее частой причиной к согласию в такой ситуации у пожилых людей – это, скорее всего, инсульты какие-то. У детей младшего возраста при нормальном абсолютно зрении – это либо травма, либо какие-то новообразования в области ствола. Это очень неприятная ситуация, поскольку такое косоглазие не лечится очками. В этой ситуации что происходит? У нас нерв, который отвечает за иннервацию мышц, у нас просто несколько мышц, которые двигают глаз. Один нерв двигает глаз наружу, другой нерв двигает глаз внутрь, вверх и вниз. И еще есть дополнительные нервы, например, блоковый нерв, который помогает все это стабилизировать. Если какой-то из этих нервов работает плохо, то мышца, которую он иннервирует, тоже работает плохо. И, соответственно, если у нас, например, поражен или задет или травмирован отводящий нерв, который помогает глазу как раз отходить наружу, то такой глазик будет косить внутрь. Что бы мы ни делали, ему будет тяжело встать обратно на место. Поэтому, если у ребенка или у взрослого человека на фоне полного здоровья начинает косить глаз, и офтальмолог не видит никакой патологии при этом на глазу, то есть нет нарушения рефракции, не показаны очки, нет никаких изменений на сетчатке, то это повод обратиться к неврологу и посмотреть, что у нас происходит по ходу нервных волокон и вообще, что может быть у нас на уровне головного мозга. Паралитическое косоглазие может проходить самостоятельно при лечении основного заболевания. То есть, если ребенка, например, удаляют опухоль или если инсульт купируется, скажем так, вылечивается, человек уходит в ремиссию, то нерв может восстановиться, а может не восстановиться. Это очень большая проблема. Поэтому, когда такие дети приходят до операции или сразу после операции, очень сложно сказать, что с ними будет дальше. Вот, какой будет их сход по косоглазию, потому что мы не знаем, восстановится полностью работоспособность этого нервного волокна и этой мышцы. Вот, или она так и будет повреждена и, соответственно, нам придется делать операцию. Паралитическое косоглазие, если оно не прошло на фоне основного лечения, лечится именно оперативно. То есть, там нет смысла подбирать очки. Как правило, такие люди и видят нормально, в общем-то, у них нет показаний к очкам. А глазик все равно косит. И это лечится только перестановкой мышцы. То есть, мышцы, которая работает хуже, ее либо укорачивают, либо удлиняют противоположные мышцы, которые работают лучше. Здесь уже все зависит от того, насколько сильно косоглазие, насколько пациент готов, насколько у него есть особенности какие-то другие. То есть, очень много факторов, которые надо учитывать. Вот, поэтому такие варианты косоглазия, они, конечно, скажем так, неблагоприятны с точки зрения консервативного лечения, но часто благоприятны с точки зрения хирургического лечения. Иногда говорят, что вот, нам поставили косоглазие, назначили очки и пригрозили, что если мы их не будем носить, то все закончится операцией. Это типичная пугалка. Не надо этого бояться. Во-первых, не все, не любое косоглазие надо оперировать, не каждое надо оперировать. Какое-то бесполезно оперировать, давайте сразу скажем так. Если человек прожил там свои 35-40 лет с косоглазием, операция ему не сильно поможет, у него все равно начнет потихонечку эффект уходить. Да, возможно, косоглазия большого, как там, например, 40 или 30 градусов не будет, но все равно маленький угол может сохраняться. 5-7, иногда 10 градусов может отклонение все равно возникать после операции. Это происходит не сразу. То есть, первое время глазки стоят ровно, но потом все равно это может возвращаться на круги своя, потому что человек взрослый, мозг у него уже привык так смотреть, и ему очень сложно как-то что-то поменять. У детей в этом плане более благодарное лечение, поэтому мы иногда рекомендуем, если видим, что ребенок не идет никак на консервативной терапии, мы можем рекомендовать сделать операцию, но у нее есть ограничения, у нее есть свои показания. И если мы видим, что есть еще потенциал для консервативного лечения, то, естественно, мы будем продолжать консервативное лечение. В консервативное лечение у нас входит очковая коррекция, окклюзии, то есть заклеивать глаз, и аппаратное лечение, синаптофор. Синаптофор – это специальный приборчик, который с помощью системы зеркал и картинок учит ребенка ставить глаза ровно. Для ребенка это выглядит как игра. У него, например, может быть перед правым глазом условная картинка, например, собачка, а перед левым, например, там будка. И вот он сидит, и его задача – это составить собачку и будку вместе, как бы посадить собачку в будку, и в этот момент, когда у него картинка сливается в одну, у него глазки становятся ровно. Это очень хорошее занятие. И всем детям с косоглазием, кого я вижу, с паралитическим ли, с рефракционным косоглазием, с одружественным, монолатеральным, я стараюсь назначить синаптофор, потому что есть шанс, что эта процедура может помочь или излечить косоглазие, если оно рефракционное, или, скажем так, улучшить результаты операции, которые предстоит. Естественно, после операции мы обязательно назначаем этот прибор для того, чтобы ребенок научился видеть вот эту картинку единой. Проблема косоглазия в том, большая проблема в том, что у человека не формируется бинокулярное зрение. Бинокулярное зрение происходит тогда, когда человек сливает одно изображение с правого глаза, с левого глаза в одну большую объемную картинку. В идеале, при нормальных условиях, это происходит само по себе. То есть этому не надо специально учиться. Каждый человек, у которого хорошее зрение, не было никаких травм головы или еще чего-то, глаза, он должен эту картинку видеть изначально. Если же на каком-то этапе происходит какая-то поломка, например, плохо видно, развивается косоглазие или еще что-то, этот навык не формируется. И тогда надо человеку уже учить специально этому навыку. Для этого и нужен аппаратик синоптофор. Естественно, у нас есть и другие методы аппаратного лечения. Это могут быть и какие-то стимуляции, например, это может быть электростимуляция, лазерная стимуляция. Но здесь все очень по показаниям уже. Синоптофор практически не имеет противопоказаний. Единственное, что может быть неусидчивость ребенка самого по себе или какие-то неврологические нарушения такие могут быть. Сейчас еще меня часто спрашивают про ботокс. Можно ли при косоглазии колоть ботокс? Ну, здесь то же самое, что и с косметической процедурой. В принципе, эффект на первое время будет. Но не надо забывать, что ботокс – это все-таки яд. И, во-первых, надо очень хорошо понимать, кто колет, как колет, как долго этим занимается. Рассчитать дозировку под каждого ребенка тоже очень непросто бывает. И эффект этот, естественно, временный. То есть, если хирургическое лечение у нас предполагает, что лечение, эту операцию мы делаем один раз и дальше просто наблюдаем ребенка, иногда действительно может понадобиться самая вторая операция, то ботокс придется колоть периодически, ну, очень долгое время. И здесь еще такой момент, что ботокс колет в мышцу, мышца расслабляется, и могут возникнуть проблемы дальше уже с этой мышцей. То есть, с одного-двух уколов, естественно, это не будет. Но один-два укола у нас и косоглазие не поправят. Плюс укол ботокса не отменяет того, что надо ходить на синтофор, носить очки и прочие процедуры, которые в любом случае надо будет делать. Поэтому в целом к ботоксу я не могу сказать, что отношусь плохо, но, скажем так, я всегда очень хорошо взвешиваю риск и пользу, которые могут быть. У всех методов коррекции есть свои преимущества, недостатки, показания, противопоказания. Поэтому мое мнение, что надо оценить очень хорошо все возможные спектры лечения, понять, что действительно какие-то варианты просто не помогают, не работают в данной ситуации, и уже тогда искать либо какие-то хирургические варианты лечения хирурга, либо еще какие-то другие варианты, например, тот же ботокс попробовать. Главное помнить, что такие вещи, как введение ботулотоксина, они временные. То есть это в любом случае надо будет повторять эту процедуру. И здесь всегда возникает вопрос, а насколько это, ну, хватит этого год, два, пять, как дальше? А дальше все равно, возможно, понадобится просто операция. И здесь уже непонятно, как будет проходить сама операция. Поэтому в ситуации косоглазия я в первую очередь рекомендую соблюдать все правила консервативного лечения, то есть очки, заклейки, все-все-все упражнения, вот, и только потом уже подходить к моментам хирургического лечения, как в детском возрасте, так и во взрослом возрасте. В принципе, по самой операции нет особых разниц, кому ее делать, ребенку или взрослому. Мышцы примерно расположены одинаково. Эластичность у них может быть немножко разная, но в целом осложнения плюс-минус одни и те же. Вот, единственное, что у детей она будет делать с подобщим наркозом, а у взрослого человека можно попробовать сделать подместные анестезии. А так, в целом, операция будет одинаковая. Надеюсь, вам стало немножко понятнее про косоглазие. Я надеюсь, это видео было вам полезно. Вы перестали бояться этого заболевания. Понимаете теперь, как с ним жить, что с ним делать и кому идти обследоваться. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк. И до встречи в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»!